здравствуйте дорогие друзья гости нашего канала и наши подписчики сегодня в этом видео я хочу рассказать о новомодной болезни которая захватила захлестнула буквально наш целый мир немножко я буду видоизменять зашифровывать свои слова не знаю правда это или неправда но вроде бы как поговаривают что из еду из ютуба удаляют видео в котором идет откровенное описание этой новомодной болезни или вот этих вот укольчиков которые делают ставят людям ну постараюсь я зашифровать свои слова вот ну что в нашу семью недели три назад пришла это новомодная вот такая вот штучка вот я постепенно расскажу как это протекала как она захлестывала в нашей семье разные возраста как протекала эта болезнь и как мы выздоровели вы выздоровели я хочу сказать мы даже очень быстро по сравнению с тем то что везде вот это вот описывается везде показывается как люди попадают в больницу как они лежат на искусственных вентиляций легких но немножко попозже об этом да а перед рассказом я хочу показать книги иван павлович неумывакина профессора медицины которые я заказывала из москвы из лабиринта ru интернет-магазина вот почему я их показываю да потому что именно его система послужила причиной вот такого вот быстрого выздоровления всех членов нашей семьи то есть прошло защелачивание организма и как рассказывает рассказы вал и описывал иван павлович неумывакин с вирусами нельзя бороться их невозможно убивать их невозможно запугать никакими вот этими вот угольчиками в руку до вирусу про с вирусом нужно просто научиться дружить жить то есть создавать ему условия непригодные для его жизни а именно это защелачивание организм так какие книжечки я и я его заказывала так ну вот это вот самая первая книжечка в этой книжечке рецепты рецепты как принимать соду и как можно принимать соду с молоком в общем очень интересная книжечка здесь биография самого иван павловича профессора медицины и в этой книжке я узнала у этой книжке меня она заинтересовала почему потому что здесь описывается именно контакт контактера с высшим разумом кто-то называет это богом кто-то еще как-то называет вот ну в общем то в этой книжечке генерал по моему майор или генерал-лейтенант если я не права немножечко вот так вот прошу прощения да вот но очень умный человек развитый контактировал с высшим разумом и здесь высший разум разум объясняет почему людям дается 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 вирус почему людям даются болезни различные почему люди умирают куда они попадают что происходит с душой после смерти вот и и цивилизации какие были цивилизации до нас почему они были уничтожены вот и актуальная вот такая вот тема на данный момент рядом с этой новомодной болезни идет значит раздувание темы о перенаселении планеты что будет делать высший разум сейчас с перенаселением планеты если мы люди не научимся контролировать рождаемость ведь это это очень просто это очень легко в каждой семье иметь по два ребенка а кто-то вообще по одному ребенку имеет тоже неплохо правильно но я считаю два ребенка мальчик девочка это вообще великолепно в семье иметь зачем иметь по семь по восемь по десять детей в общем читайте эту книжечку и из этой книжечки будет все понятно это не мои слова не голословные все я вот это вот рассказывала сейчас из этой книжечки перенаселение планеты ничего не выдумываю дальше вот этот вот эти вот книжечки я еще не успела прочитать тоже и вам паучу не умвакина тоже интересно но как-то будет время я конечно прочту болезни глаз болезни глаз глаз я прочитала даются упражнения описываются болезни глаз почему это происходит как лечить и опять же официальная медицина почему не улучшает зрение а как справляется с этим народная медицина опять же читайте книжку все будет понятно это то что касается книжечек и как я познакомилась с иван павлович не умывательным дальше как пришла это новомодная болезнь мою семью на я уже делала видео на протяжении двух лет у меня дети разновозрастные они ходили в школу и никого из класса у них не было диагностировано какой вирус больным вот этим от вируса и мне уже стало просто смешно ну как это так если и везде все раздувается до так до таких количеств и как за два года ни один ребенок ни одна семья не заболела внутри этих двух классов но и где-то подсознательно возможно я просила вселенную чтобы мне послал этот опыт вот этот опыт пришел и я делюсь вместе с вами значит случилось это ну пускай будет три недели назад да муж во вторник слег в постель вторник среда он лежал он не мог встать тест мы сделали то есть показал негативный результат значит ничего не проявилось все в четверг он пошел на работу но четверг почему-то я ложусь я ложусь и лежу четверг в пятницу все в субботу у меня все нормально все хорошо все отлично дальше тест у меня тоже не показывает потому что у нас и не было завышенной температуры потом суббота воскресенье воскресенье начинает температурить сын ему 11 лет температура 38 ночью температура поднимается 39 и 8 всю ночь я не сплю вот ну то есть конечно мы сделали ты сразу показал показал положительный результат ребенок болеет полтора дня ну как болеет ему очень плохо но он может двигаться он сидит смотрит мультфильмы фильмы он лежит периодически аппетит у него вообще не пропадал вот и получается он выздоравливает выздоравливает и буквально концу второго дня все он уже входит в обычный режим движение вот такая вот активность все нормально все хорошо нет никакой температуры немножко конечно подкашливает и дальше мы продолжаем делать процедуры с носом потому что нос мира не работает без капелек вот хочу сказать что у ребенка не пропадало обоняние все вкусовые вот эти вот качества все рецепторы все он чувствовал все он нюхал аппетит у него был очень хороший дальше дальше получается во вторник а я сможем мы вот когда мы почувствовали что что-то не так мы начали пить соду то есть сода возможно сдерживала немножко вот это вот это вот новомодную болезнь да и мы не были потом во вторник после того как сын выздоровел во вторник я перестаю пить соду и в среду у меня поднимается температура у меня поднимается температура до 38 и моментально тест показывает что новомодная болячка вот она уже в организме может уже сделал тест вот этот вот обычный тест который в носик через палочку да вот я просто быстро сейчас рассказываю меня на телефоне очень мало времени вот и мы сдаем пцр тесты и пцр тесты тоже подтверждают вот эту вот инфекцию все в четверг получается у меня температура 39 но пускать 39 5 39 8 я ночью не сплю у меня температура уже 40 ужасная интоксикация вот на второй день меня просто просто все вот колышет озноб ужасный холодно трясет и ты должен вставать ты должен идти ты должен пить эту соду я я соду пила я соду била и ночью и днем может уже давала и через день после меня начинает заболевать заболевает дочка дочке и 18 лет вот все то же самое температура высокая ужасный кашель но если у меня в первый день кашель уже откашливался то у нее как-то так потихонечку потихонечку и потом кашель тоже пошел на нет вот значит у дочки на второй день была потеря сознание от интоксикации от повышенной интоксикации просто я на себе тоже ощутила эту интоксикацию я просто знаю что это такое когда я сидела на голоде я прочувствовала вот это вот чувство что это интоксикация это ни с чем не спутаешь вот ребенок теряет один раз сознание ребенок теряет 2 раз сознание скорую мы не вызываем потому что я знаю что это такое вот и на третью сутки но опять же интоксикацию дома в домашних условиях очень хорошо убирает сода опять же сода опять же этот напиток мы пьем ночью соду мы пьем утром соду днем соду вот но потом будет видео когда я расскажу конкретно как пить когда пить и как ее готовить эту соду потому что в книге не умывакина не пишется о том что как при горячую соду обязательно нужно пить но ее нужно пить конечно когда нет температура когда температура под 40 что делать но это немножко позже дальше потом на третью сутки у меня уже заболевание идет на спад у меня уже меньше кашель у меня температура падает но держится у дочки тоже немножко на один день позже меня она заболела тоже понемножечку но они очень сильно болели кости кости по всему телу особенно ноги вот у нас дочка и обоняние пропало мы не чувствуем до сих пор сколько уже прошло на карантине просидели мы не чувствуем сладкое чувствуется горькое вот кислое все а вкуса нет немножко немножко нос там улавливает запах запахи парфюма но это совсем немножко вот и когда на третьи сутки получается нам было уже ну как 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 бы получше да у мужа прям такой всплеск ужасный кашель кашель до рвоты вот и и температура глаза красные ужасно мне его пришлось изолировать благо у нас помещение позволяет и отсадить в комнатку мы возле него ходили в маске в масках потому что нам было как бы получше и вот в чем загвоздка муж получил вот этот вот укольчик он получил он первый принес домой и он получается больше хуже всех переживал вот вот это вот эту вот бягу в своем организме ну и все так осталось у меня три минутки хочу скомпаковать все вот значит потом уже четвертый день мне было получше я немножко уже позволила себе поспать потому что я уже неделю до этого не спала потому что первым заболел ребенок высокая температура я его контролировала я никогда не оставляю детей и себя ночью вот так вот состояние сна нельзя спать когда болеют дети или ты болеешь сам вот такая высокая температура спать нельзя потому что бывали случаи у моих знакомых когда человек при температуре просто умирал просто сгорал И, в общем-то, все, пятый день, температура уже падает, уже тебе полегче, но ты не можешь встать с кровати Шестой день, температуры уже нет Шестой, 36,1, по-моему, температура, все Ну и все, и вот так вот эта бяка протекает в организме Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что то, что сейчас раздувается по всему миру, да, это правда Вот эта вот зараза, которая нападает людей, она очень опасная Но если ты знаешь, как жить вместе с вирусами Вот три дня, три дня во время болезни, это самые критические дни Все остальные три дня просто организм самовосстанавливается Это ощелачивание организма И дети болеют, маленькие дети болеют, вот полторы суток протемпературил ребенок Зачем им делать вот эти вот укольчики? И вот видите, из нашей истории, из нашей ситуации Эти укольчики, вот эти вот, так-так-так-так-так Они не спасают от заболевания, они не спасают И люди, которые рядышком, возле этих людей тоже заражаются То есть эти люди, которые получили вот этот вот усик маленький, правильно? Они распространяют, они могут дальше распространять Они могут сами болеть вот этой бякой, правильно? Что я хочу сказать? Мне совсем не интересно, что говорят там по всему миру Мне наплевать, я получила свою историю И я хочу поделиться со всем миром своей историей Я против масок, они нас не спасли Я против укольчиков, они тоже нас не спасли Человек тоже еле-еле пережил вот эту вот бяку в себе, правильно? И маски, маски они не защищают И вот та вот, вот эта цирка, которая сейчас происходит Как закрывают помещение, туда нельзя, туда нельзя Это бред, это полный бред Если вы хотите действительно сохранить людей Чтобы они переболели как бы вот в одном городе, в одной квартире Закройте полностью города Закройте полностью границы Что это такое? Идет вот такая вот нехорошая штучка Болезненная, правильная От людей к людям передаются И продолжают люди путешествовать Между странами Они уезжают в отпуск Какой, простите, отпуск, если вот такая вот массовая Вот эта штучка по всей планете В общем, друзья, осталось 20 секунд Я сказала, что мы выздоровели При помощи ощелачивания организма В следующем видео у меня уже время не получается Я скажу, как мы это все сделали Все, всем спасибо Распространите, пожалуйста, это видео Это очень важно Если вам не жалко Потому что вы посмотрели Пускай и люди другие посмотрят Что это все